Всем привет! С вами Эльдар и это обзор ширика от Takina 1116 2.8. Попробуем успеть, пока не сел солнце. Для чего же я приобрел ширик? Ну, во-первых, стандартного 24-мм эквивалентного фокусного расстояния, естественно, недостаточно. Всегда хочется какой-то больше динамики, больше вот этого суперугла, который встречается во всевозможных рэп-клипах, фэшене и так далее. Короче говоря, пока не попробуешь, обязательно надо поснимать на ширик. Хотя бы на телефоне. Внешний вид и работа с Micro 4.3. Стекло не такое уж и большое. Если сравнить с 24-70 2.8 от Canon, оно, конечно, меньше. Но по сравнению с родными стеклами для Micro выглядит монструозно. Но я привык пользоваться спидбустером, пользоваться большими объективами, поэтому в целом, как бы, никаких проблем с этим нет. По качеству сборки не такой супер, как некоторые Sigma, например. Но в целом, очень даже ничего. Теперь переходим к самому главному. Это сценарий использования. Я снимаю с Panasonic G80, Micro, Speedbooster. Естественно, это ручной фокус. И самый главный сценарий использования, пожалуй, для меня стал небольшим открытием. Данный объектив очень удобен при съемке автомобилей. Именно при съемке каких-то ремонтов в замкнутых пространствах. Так как я очень много снимал для автосервисов, там этот объектив просто идеален. Потому что, когда у тебя вокруг машины есть еще метра-полтора пространства, и все действие происходит либо под машиной, либо под капотом. Вот там ширик как раз-таки позволяет очень хорошо играть. И по поводу играть. Ширик — это всегда взаимодействие с пространством. С точки зрения перспективы обязательно помещать какие-то объекты на передний план. Так как он очень сильно тянет края. Именно поэтому это отчасти используется в фэшене. Вот. И мы планы сейчас перейдем ко второму пункту. Нужен ли вообще такой суперширик вам? Но закончим про Micro. Конкретно на Micro со Speedbooster. В принципе, с этим широкоугольником можно снимать даже репортаж, что я и делал. Несколько проектов. Режим X-теле на Panasonic позволяет кропиться. Получается, что на 16 мм у вас становится практически как 35 мм на полнокадровом эквиваленте. Соответственно, этот объектив становится просто нормальным. То есть, по сути, у вас всегда в запасе есть угол GoPro и есть нормальный угол. Ну, естественно, вот этот режим X-теле, он не так удобен, как если бы это был нормальный зум, да, а-ля там 16-35. Но все равно, как бы там ни было, объектив удобен. То есть, если вы снимаете автомобили или какие-то мелкие предметы, какую-то динамику, репортажку в замкнутых пространствах, тогда ширик очень удобен. В остальном рекомендовать его не буду. То есть, по факту, этот объектив нужен для того, чтобы снимать и бэкстейдж, и, возможно, какие-то говорящие головы, если у вас устраивает качество в 1080 и режим X-теле. И, в принципе, какой-то фэшн. Ну, это очень редко встречается. Сейчас, по-моему, мода на вот эти вот луки а-ля рэп-клип уже прошли. Или экстремальные виды спорта. Возвращаясь к философии использования суперширика, я изучил много сетапов, если можно так сказать. Кучу людей смотрел, на что снимают, интересовался, какие объективы есть. И скажу так, в 98% случаев достаточно эквивалентного 24-70. Да, суперширик вам не нужен. Но для того, чтобы это понять, вам, конечно же, нужно немножечко с ним наиграться. По итогу, нужно ли его брать? Да, за свою цену будет сложно найти автофокусное стекло, хотя это не про Panasonic история, с ультрашироким углом. И, в принципе, фокусное 11-16, оно удобно. 11-20 было бы еще лучше, но стоит сильно дороже. Поэтому рекомендовать его, наверное, не буду. Если хочется попробовать ультраширокий угол, берите какой-нибудь мануальный китаец типа Мейки. и радуйтесь. Хотя, конечно, там у вас запаса нет. Вы поставили суперширик, у вас что-то идет, и вы не можете поменять фокусное расстояние, вы вынуждены снимать все на него. Здесь есть возможность немножечко все-таки приблизиться до нормального угла, и плюс режим X-телли, конечно же. Вот. Поэтому для себя я понял однозначно, что 24 мм эффективного фокусного расстояния однозначно будет достаточно. Собственно, солнце уже село очень быстро. Я прошелся по тезисам и понял, что в целом не очень понятно, что это за линза. Поэтому я немножко пройдусь со своим фейсом в кадре, чтобы вы примерно поняли, какие штуки можно снимать на эту связку. Естественно, автофокуса никакого нету на спидбустере. Вот. Только ручками. Вот так вот. Ну, в Panasonic есть Panasonic. Стабилизация, конечно, иногда будет прыгать. Вы должны понимать, что с ней на Panasonic лучше не бегать, не прыгать, а плавно ходить. Ну, в целом, ее достаточно. Чуть-чуть на бесконечность.